Всем снова здравствуйте! И если вам интересна тема кофе, то оставайтесь со мной. Я хочу вам рассказать об одном очень шикарном продукте, кофейном, японском. Однажды мне было очень скучно, грустно и так далее. Я разорилась и купила себе вот такую баночку японского кофе, где сублимированный и попутно немножко молотый в составе. Бушида лать катана. Бушида в переводе с японского, с вами ничего не изменяет. И судя по аниме One Piece, обозначает что-то сродни с самураем. Кажется, Бушида это войн. Но я не буду уточнять и настаивать над этой точностью. Но если кому интересно, просто загуглите там в Яндекс или еще в какой-то поисковик, или еще куда-нибудь и посмотрите, что на самом деле это есть. Лать катана. Нердобархатистый арабик Кения. Он сделан в Японии, потом оно ускакало в Швейцарию, видать. Потому что попало под эмбарго. Ну и потом уже прискакало в Россию. 100 грамм. Вот такая красивая баночка. Тут немножко порванная. Пыталась содрать наклейку, чтобы посмотреть, что внутри. Но содрать у меня красиво не получилось. Вот такая крышечка. Вот здесь немножко еще этого кофе шикарного. Ну, в общем, продавалось оно у нас в магазине Атрус. Это филиал ростовского магазина, который попутно завод выпускает мясную, колбасную, булочную, там еще и в афиске всякие с недавних пор и печенки и конфетки продукцию. Очень хорошую по качеству. Ну и там продаются всякие интересные вещи, соответственно. И вот был такой кофе. Было несколько разных. Рэд Катана, Лайк Катана и Катца Блэк Катана. Ну, я купила себе розовый. Ну, розовый мне розовый нравится. Стоил он 500 с чем-то. Катца 525 или как-то так. И он у меня выпился. Вообще кофе я не очень люблю. Ну, в смысле, редко, на метко. Я иногда варю в турке мельхиоровой, которую мне Юлечка однажды прислала. Юлечка, если ты меня смотришь, привет тебе. Та, которая из-под Питера. И шлет мне иногда сладкие и не совсем сладкие посылки. И, в общем, кофе так иногда пью, иногда запоями, так сказать, 2-3-4 дня подряд. А иногда вообще раз в год вспоминаю или раз в два. А тут этот кофе такой вкусный, нежный, мягкий. И, соответственно, его наложить, кстати, было 2 чайных ложки на 300-200 мл молока или чая. Ну, в смысле, воды, конечно. И молоко мне немножко разбавляло. Или сгущенным. Очень вкусный получался, мягкий, нежный. И кофе обычно бодрит. Этот нифига не бодрил. И с него иногда даже я его вечером пила, а потом спокойно себе вырубала. Считается вообще, что кофе бодрит. Но мы с Аленкой однажды сидели в кафе и обсуждали, что на самом деле кофе не бодрит. Это самовнушение. Не знаю, как на самом деле. И чему верить, это уже решать вам. Сделан этот кофе 3 августа 2015 года. И срок годности у него до 18-го, 07-го, до 2018-го. Вот такой 100 грамм. Япония лучший, настоящий. И вот этот кофе. Я сегодня еще купила себе маршмеллоу. Давно хотела попробовать, что это за хрень. Увидела как-то на фотках у своей подружки Ксюшки. Вряд ли она меня смотрит. Но если смотрит, то тоже тебе привет, Ксю. Ну и решила попробовать, что это. И вот в чистом виде это маршмеллоу есть совершенно невозможно. Невкусно. Ну, мне вообще оно не понравилось. А когда в кофе я это зафигачила, а потом пошла делать тебе бутерброды с красной икрой, и минут через 20 увидела, как оно потаяло, такое густенькое и непонятное стало, то очень даже вкусно. Вообще кофе классный. Там была такая пленочка, но я ее сдрала, потому что она уже так отваливалась. Я не помню, была ли она белая с золотыми буковками, или золотая с белыми, как-то так. Такая крышечка. И вот такая баночка, и вот такой вот кофечек. В общем, он очень вкусный. Там вот видно, что они свеженькие, темненькие. И если вы вдруг увидите где-нибудь, то я вам его советую. Я такой кофе, он стоял, еще несколько там баночек оставалось, 50 грамм в пакетиках еще был, таких вот обычных, которые так закрываются и ездят. И съездила, значит, в свой Калининград, приезжаю, захожу в Атрус, и, ой, боже, ой, дьявол, ой, еще какой-нибудь бог. О, люди! Нету ни одной баночки этого буша, то ли потому, что я рекламировала всем своим такомым друзьям, а не, соответственно, дальше, то ли еще с чем-то. Ну, Маша считает, что это связано с 23 февраля, потому что мужчинам надо что-то дарить, а если кофе-то еще дорогой, то это вообще супер. В общем, весь-весь-весь этот кофе скупили. Кстати, тут на баночке зернышки такие кофейные. У меня такой спонтанный, совершенно воздушный, радостный обзор. Одно-единственное баночки. Я что-то еще хотела сказать, но у меня из головы что-то немножко вылетело. И немножко не в тему, но буду так держать эту баночку. Иногда мне там пишут, что я такая злая, но это не совсем тема, я просто хочу сказать. Я на самом деле очень добрый человек, светлорадочный и тому подобное. Ну, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да? Ну, я могу рычать на вас, если там на кого-то там порычало в каменках. Первое, если я голодный. Второе, если я сонный. Третье, если я устал. Четвертое, это не совсем к этому относится, но тоже бывает. Если я хочу на воздух, но мне почему-то приходится сидеть дома и кого-то ждать, допустим, кого-то из родни. И пятое, это когда все вместе. Я устал, я сонный, я голодный. Или там я голодный-сонный, я сонный-уставший и тому подобное. Вот тогда я могу резко отвечать. И печатно, и вербально. А люди могут думать при этом, воспринимать это как, ой, Лёля, злая. Вот такие дела. Вот такой классный кофе. Лайт Катала. Очень-очень вкусный. Кстати, стопроцентный. По-русски немножко наклеечка. Я все-таки поняла, наверное, наклеечка, чтобы русские смогли прочитать по-русски и понять, что это такое. Потому что не все же знают японский, да? Стопроцентный натуральный растворимый сублимированный кофе. Способ приготовления. Положите одну-две чайные ложки кофе в чашку, налейте горячей, но не кипящей водой. Да, кстати, вот именно горячей. Ну, и тут, в принципе, ничего не написано про настаивать. Но мне Маша потом сказала, что это очень классный, крутой японский кофе, который самая фабрика эта, бушина первая, кто стали совмещать вместе и растворимый, и сублимированный, и россыпью которой, молодой такой кофе, все вместе. В общем, не знаю, было ли вам это интересно, получили ли вы какое-нибудь эстетическое удовольствие кофейное. Кстати, очень вкусно пахнет кофе. Причем не такой конкретно вот в нос дающий аромат, а именно вот так нежненький такой, чувственный, тоненький ароматик кофе. Если вам было интересно это видео, то я очень рада. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комменты в любом видео. И всяческих вам няшных дней жизни. А еще пейте кофе. Пока!